Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Иеремии и обратимся сейчас к шестой главе. Шестая глава, как нередко это бывает в Священном Писании, представляет собой единое целое с предыдущей, пятой главой, и развитие мысли, пророчества происходит там непосредственным образом. В предыдущей главе, в пятой, Бог говорил через Иеремию о тех делах жителей Иерусалима, как царей, элиты, так и обычных нормальных людей, делах, которые оскорбляют Бога. Это и совершенно безудержное какое-то такое поклонение языческим богам, и, конечно же, безнравственность в обычной, социальной, повседневной жизни. Бог обличал в предыдущей главе преступления неправосудных расправ, отнятие имуществ у бедных, отказа в судебном разбирательстве для беззащитных и так далее. Все это вот то, о чем Бог говорит, неужели я не накажу за это? Неужели вы думаете, что это может пройти для вас безнаказанным? И обозначив вот эти вот преступления, рабственные преступления в жизни Иерусалима и Иудейского царства, Бог говорит, ну вот и что вы теперь будете делать после этого? Вот теперь, когда вот жизнь, наполненная этими мерзостями, вот она перед глазами, что вы теперь будете делать? И, собственно, это последняя фраза пятой главы, и уже в шестой, с первого стиха следует ответ на этот вопрос, что именно теперь будет делаться не только иерусалимлянами, иудеями, но и вообще, что будет происходить, что будет делать Бог. И мы увидим с вами, что еще одна важная мысль в этом тексте, в логике шестой главы Иеремии, в том, чтобы понять вообще, насколько справедливо то возмездие, то действие, которое Бог собирается совершить, потому что при прочтении этого текста возрастает такое ощущение, что, ну, это все не укладывается ни в какие, ни планы, ни замыслы, ни нормы. И вот Господь говорит, бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, потому что я разорю дочь Сиона, красивую и изнеженную. Господь говорит о том, что вот приближаются те, кто будут разрушать и разорять народы пустыни, пастухи, и, как здесь сказано, пастухи со своими стадами придут к ней. Имеется в виду, что, конечно же, всякое, все ростки посеянного, все будет вытоптано и уничтожено. И вот так говорит Господь, рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Таким образом, это слово, которое риторически обращено ко всем тем народам, войскам или ополчениям, или каким-то пастушеским толпам, ко всем тем, кто окружает Иудею, окружает Иерусалим. И вот пророк, по вдохновению Божьему, стоя посреди Иерусалима, обращается к этим собирающимся отовсюду врагам и говорит, делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Снова и снова, как почти в любом месте в Священном Писании, необходимо нам обратить внимание на то, что в первую очередь Господь говорит, этот город должен быть наказан, потому что в нем всякое угнетение. Вот в первую очередь, что причина гнева Господня, что причина тех бедствий, которые выпадают на долю народа Божьего. Не будем еще забывать о том, что всякий другой народ, который тщится быть народом-богоносцем, тоже должен это на себя примерять, потому что это и к другим народам относится. И вот Господь говорит об Иерусалиме, в нем слышно насилие и грабительство, перед лицом моим всегда обиды и раны, обиды и раны. И вот что, собственно, предъявляет Господь как вину для Иерусалима. Еще один немаловажный вопрос – это то, зачем Бог это делает. Потому что, в конце концов, отшлепать и поставить в угол с воспитательной целью, может быть, это и можно было бы сделать без таких продолжительных пророчеств. Но по тексту Иеремии мы видим, что Бог ставит перед собой и перед пророком, и перед Иерусалимом, на самом деле, другую задачу – чтобы изменилась жизнь, чтобы люди Бога все-таки услышали. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя. Вот одновременно с предупреждениями, одновременно с тем, что мы слышим, как угрозы до конца доберут остаток Израиля. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали. Одновременно с угрозами Бог говорит о том, что его сердце, как и сердце Иеремии, направлено на то, чтобы люди все-таки его услышали, к нему обернулись и его услышали. Здесь в шестой главе также чрезвычайно важная мысль для самого Иеремии о том, что никто не слушает, его никто не слушает. Он говорит-то говорит, говорит пугающие вещи, говорит то, что для него самого, для Иеремии, буквально кровью сердца полита, но его никто не слушает. Кому мне говорить? Кого увещевать, чтобы слушали? Вот, слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Ну и тоже, в общем, это совершенно не ограничивается только Иерусалимом шестого века до Рождества Христова. Это совершенно для христианских народов всеобщая такая вещь, когда слово Господне в посмеянии, когда вместо слова Господне возникает все, что угодно. Любые конгломераты идей, теории, философии, все это тоже важно и интересно, но не в этом жизнь, а жизнь в Слове Божьем, которое слушать невозможно, это трудно, оно обличает. И вот, продолжая говорить, Господь говорит, что ну вот поэтому, потому что они, слово Господне у них в посмеянии, оно неприятное им, поэтому дома их перейдут к другим. Я прострою руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Снова, как это принято в пророческом жанре, и здесь тоже он повторяет основную мотивацию, говоря, что от малого до большого, каждый из них предан корысти, все действуют лживо, нисколько не стыдятся и не краснеют. Обращает на себя внимание здесь еще вот 14 стих, где Господь говорит, врачует раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. По-видимому, речь идет о пророчествах, смысл которых заключается в том, что пророки, скорее правильно называть их уже пророками, в Иерусалимском храме говорят, все будет хорошо, все будет хорошо. И у нас и внутренний мир, и внешний мир, и политика, и экономика, и все у нас хорошо, все прекрасно, все хорошо, прекрасно, и Маркиза. Вот, в сущности, как можно было бы перевести эти слова, говорят, мир, мир. А мира нет, а на самом деле все совсем не так хорошо. И снова Бог повторяет, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь добрый, и идите по нему. Смысл, таким образом, не просто в обличениях, не просто в том, чтобы назвать вещи своими именами, хотя и это само было бы по себе уже драгоценным, но дело в том, что Бог говорит, чтобы призвать людей на путь добрый, призвать людей изменить то, как они идут по жизни. Итак, слушайте народы и знайте, люди, что будет с Иерусалимом. Дальше в 19 стихе Господь говорит очень важную вещь. Слушай, земля, вот я приведу народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Бог констатирует тот факт, что его слова в пренебрежении у народа, и закон его отвергнутый не исполняется, и он говорит о том, что, конечно же, поэтому на этот народ придет пагуба, но это не результат того, что Бог рассердился. Это не результат того, что Бог думает, как бы так наказать, покарать, или даже перевоспитать, на самом деле, народ. Он говорит, я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. И, в общем, можно полагать, что это слово, которое относится, наверное, к любым народам и к любым историческим эпохам, и ко всякой пагубе, которая происходит в человеческой жизни. Это, если хотите, стало одним из важнейших богословских утверждений о горечи и несовершенстве жизни, пагуба в нашей жизни является результатом, плодом наших помыслов. Мы можем с этим соглашаться или не соглашаться, но Слово Божие вот предлагает нам такую логическую причинно-следственную связь. Пагуба – плод наших помыслов. Результат того, во что мы превращаем свою жизнь. И, как следствие из этого, конечно же, Господь говорит через Иеремию о том, что у людей, живущих вот такой злобной, жлобской, безнравственной жизнью, наполненной грабежом, хищением, обманом и насилием и неправосудием, у этих людей никакого смысла в религиозности, пусть самой пышной и изысканной, уже нету. И Господь говорит, всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Ну, христиане тоже часто пытаются думать о том, следует ли нам обращать внимание на происхождение тех средств, которые нам жертвуют. У меня нет ответа на этот вопрос. Но я вижу, как Господь говорит людям, живущим не по совести, ваши жертвы мне не нужны. Не нужны, они мне неприятны. Никакого толку в этом нет. Сначала надо изменить свою жизнь, а потом уже дальше приступать к Богу со всесожжениями. И никакого другого порядка не предусматривается. Вот это вещь, которую тоже надо понимать. И далее Иеремия говорит снова о том, что вот идет народ от страны северной. Речь идет главным образом о Вавилонинах, царства, которых в это время поднимается и чье влияние постепенно распространяется на весь Ближний Восток. И Иеремия говорит о том, что мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, дочь народа моего, попаяшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Таким образом, Иеремия говорит о неизбежности, неизбежности того бедствия, той пагубы, которую северный народ в Вавилонии не принесут в землю Иерусалима. И еще буквально несколько строк в самом конце шестой главы посвящены диалогу по-видимому между Богом и самим Иеремией. Господь говорит ему «Башней поставил я тебя среди народа моего, чтобы ты знал и следил путь их». Пророк таким образом свидетель перед Богом. свидетель того, что правда Божья существует и она провозглашается. И поэтому никогда нет возможности говорить о том, что мы не знали, мы случайно заблудились, там, погорячились и так далее. Вот ты знаешь и следишь путь их. Но дальше Бог констатирует «Все они упорные отступники живут клеветой, все они развратители, и в самом конце отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Дело в том, что здесь Иеремия, как и целый ряд других пророков, в частности Иезекииль и другие, Захария, Иеремия обращается к представлению о том, что человеческое страдание, в частности в истории народа Божьего, сродни тому пламени, в котором плавятся металлы и в котором отделяется свинец от серебра и серебро от свинца. «Серебро, очищенное огнем, распространенный образ Священного Писания». Обычно он подразумевает, что народ Божий через горнило страданий, собственно, слово «горнило» тоже здесь отсюда же, из этого кузнечного образа. Вот, пройдя через горнило страданий, народ Божий оказывается очищенным от шлаков и от свинца и получается чистое серебро. Но о жизни народа Божьего в VI-VII веках до Рождества Христова Господь говорит некоторую удивительную вещь. Отверженное серебро, потому что плавильщик плавил напрасно, злые не отделились от них, ничего не изменилось, все осталось вот такой же смесью, такой же смесью серебра и того, что недрагоценно. И как вообще в культуре Торы, в культуре Ветхого Завета всякая вот эта смесь хорошего с плохим это всегда нечто совершенно недопустимое. и вот поэтому шестая глава оканчивается вот словами о том, что если не удалось очистить переплавкой, тогда это серебро никуда не годится, тогда оно отвержено. Дорогие друзья, на сайте exeget.ru появилась викторина по священному писанию, и я очень рекомендую ее для всех тех, кто хочет углубить или актуализировать свои знания священного писания. Это очень интересная возможность. Продолжение следует...